Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С вами Вадим Пачема. Сегодня в выпуске. Плюс 10. Премьер-министр Чуваши Иван Маторин проинспектировал строительство столичных детских садов. Реклама, реклами, рознь. В Чебоксарах демонтируют наружные вывески, которые не соответствуют правилам благоустройства столицы. С Всемирным днем телевидения. Юные журналисты национального телевидения Чуваши провели флешмоб в честь праздника. Глава Чуваши Михаил Игнатьев принимает участие в транспортной неделе 2018. Это ежегодное деловое событие, которое включает в себя серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта. В рамках 12-го международного форума Михаил Игнатьев примет участие в деловом завтраке министра транспорта России Евгения Дитриха по теме «Магистральная инфраструктура, комплексный план и источники финансирования». В планах главы республики ряд деловых встреч. Подробнее об этом расскажем в наших следующих информационных выпусках. В будущем году в столице Чуваши откроются 10 детских садов. Как идет их строительство, сегодня проверил премьер-министр Чуваши Иван Моторин. Родителям микрорайона университет скоро не придется возить своих детей в другие районы города. Здесь началось строительство детского сада на 250 мест. Стоимость контракта 189 миллионов рублей. Подрядчик заливает фундамент будущего здания и бетонирует подвал. До Нового года будет построен первый этаж, второй этаж будет на завершающей стадии. В микрорайоне Садовой ситуация схожая. Подрядчик вбивает сваи и заливает фундамент. Садик на 240 мест должен открыться в июле будущего года. Но здесь есть проблема. Передача земли в муниципальную собственность. «Ситуация какая? По документам по земле надо ускоряться, потому что не успеете. Значит, пока разрешения не будет, деньги не будете получать. Понимаете? Заинтересован, что всех есть». В Новом городе одновременно строят два детских сада. На одном объекте работы начались недавно, а на другом уже готов первый этаж. «Строительство пока идет тяжело, но задача до конца года, те объемы, которые были запланированы, освоить не только в денежном виде, а качественно именно на стройке. Я надеюсь, что и городская администрация, и Министерство образования, Министерство строительства, потому что здесь сопряжены две программы, свои задачи выполнят». Всего на строительство десяти детских садов выделен 1 миллиард 300 миллионов рублей. «У нас на строительство меньше, чем один год выходит. На проектирование месяца 3-4, то есть сроки почти в два раза ниже от нормативного. Поэтому сталкиваемся с этими сложностями, которые совместно с правительством решаем. В принципе, работа организована на всех площадках. Думаю, что к августу следующего года большая часть детских садов будет введена». Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Бахтиар Вилеев, Республика. «Один из главных объектов, подлежащих сдаче в этом году – Московская набережная столицы республики. Напомним, что реконструкция ведется уже третий год и разделена на несколько этапов. Финансирование ведется из трех источников – федерального, республиканского и муниципального. Общая протяженность набережной – около 6 километров. Большая часть уже благоустроена. Уже второе лето на Волге в любую погоду – столпотворение. Горожане купаются, играют в волейбол, катаются на велосипедах. Не пустуют и детские площадки. Правда, в социальных сетях до сих пор не утихают дискуссии по поводу эстетического вида и дизайна набережной. Некоторые пользователи упрекают архитекторов во вкусовщине и отсутствии современного взгляда на благоустройство территорий. Но это, как говорится, на вкус и цвет. Аукцион на благоустройство выиграла организация «Автодор». Хотя и обещали подрядчики в сентябре кинуть на важный объект все силы, но сроки все же сдвинулись. И теперь городские власти называют дату 1 декабря. В выходные на набережной работали всего несколько человек, а на информационном щите конкретный срок сдачи объекта исчез. Остался только 2018 год. В своем новом майском указе Владимир Путин поставил задачу создать в регионах качественную систему среднего профессионального образования, которая смогла бы обеспечить страну высококвалифицированными рабочими кадрами. Именно для этой цели еще в 2016 году в Чувашии на базе электромеханического колледжа открыли межрегиональный центр компетенций. Сегодня своим опытом в этом направлении Чувашия делилась со всей страной. В Чебоксары приехали федеральные журналисты и специалисты сферы образования из других регионов. Делаем обязательно зазор, вентиляцию направляем сюда, для того, чтобы дым и вредные газы уходили в атмосферу. В лабораториях и классах межрегионального центра компетенций на базе Чебоксарского электромеханического колледжа идут занятия. В это время в актовом зале начинается круглый стол по развитию среднего профессионального образования. Его участники – федеральные журналисты и специалисты из разных регионов. Те, кто не смог приехать на видеосвязи. Основной вопрос – опыт Чувашии в модернизации системы среднего профессионального образования. И в частности, создание одного из семи в России межрегионального центра компетенций. Проект не просто состоялся, он является трансляцией опыта не только на Чувашскую республику, но и на другие субъекты Российской Федерации. Потому что это база подготовки не только специальных кадров для экономики Чувашской республики. Здесь проходят профессиональные чемпионаты, здесь проходят конкурсы профессионального мастерства и ряда российских крупных корпораций, в частности, Росатом. За последние пять лет в развитие системы среднего профессионального образования Чувашии инвестировано 7 миллиардов рублей. Быть рабочим действительно становится модно, отметил министр образования республики. Конкурс таков, что стать студентом колледжа или техникума иногда сложнее, чем поступить в ВУЗ. Кроме того, в нашей республике впервые в России создан центр инсталляции профессий. Там школьники могут не просто познакомиться, а погрузиться в востребованные на рынке труда специальности. После изучения работы центров журналисты смогли задать вопросы представителям кабинета министров республики. Чем был вызван выбор электромеханического колледжа как площадку для МСК? Мы же обучаем не только для себя и для ученика, мы обучаем в первую очередь для работодателя. Это был запрос регионов, запрос бизнеса. Система рассчитана не только на тех, кто заканчивает 9 класс или школу, отметил директор Чебоксарского электромеханического колледжа Алексей Судлинков. Мы ставим собой задачу, чтобы у нас в год обучалось не менее полутора тысяч взрослого населения. Это подготовка, переподготовка, повышение квалификации. Среди национальных целей, которые Владимир Путин поставил до 2024 года, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. Работы много, но Чувашия на верном пути, отметили эксперты. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Андрей Шоклев. Республика. Борьба с распространением наркотиков – задача не из легких. Здесь помогают только комплексные меры и взаимодействие всех заинтересованных ведомств. Ситуацию с оборотом наркотиков и результаты работы правоохранительных органов сегодня обсудили на расширенном заседании координационного совещания в прокуратуре Чувашия. Правоохранители республики за текущий год изъяли из оборота более 56 килограмм наркотических средств. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Раскрыто 525 преступлений. Эффективность 87%. Согласно статистическим данным, за 10 месяцев 2018 года на территории Чувашской республики количество зарегистрированных наркопреступлений снизилось на 6,7%. С 1018 до 950. В том числе особо тяжких преступлений на 13%. С 761 до 662. Количество тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось на 41%. Со 133 до 188 фактов. Молодые люди легко идут на нарушение закона, распространяя наркотики. В этом преступном бизнесе крутятся большие деньги. И, безусловно, они манят. Только вот потенциальные наркодилеры забывают. Сбыт – один из самых опасных разновидностей организованной преступности. И нарушение закона может привести к лишению свободы до 20 лет. Возросло количество лиц, установленных и привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 230 до 247. И среди них выделяется увеличение количества несовершеннолетних с 8 до 15. То есть практически в два раза количество людей, которые изобличены в незаконном обороте наркотиков, увеличилось вдвое. Профилактическая работа среди несовершеннолетних все больше приобретает адресность. Специалисты встречаются с родителями, педагогами. Патриотические спортивные мероприятия для трудных подростков тоже должны стать неотъемлемой частью их повседневной жизни. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Реклама – реклами рознь. В Чебоксарах демонтируют наружные вывески, которые не соответствуют правилам благоустройства столицы. О том, где поработали специалисты в этот раз – Ольга Пырочкина. И еще год назад чебоксарские депутаты приняли новые правила благоустройства города. Один из разделов документа посвящен наружной рекламе и информационным конструкциям. Предприниматели должны были ознакомиться с нововведениями и привести вывески в соответствие. Все информационные конструкции должны быть приведены в соответствие до 31 декабря 2018 года. Но было еще и исключение. Значит, для исторических центров эта дата была 31 марта 2018 года. Те, кто этого не сделал, сначала получают предписание, затем, если ничего не исправлено, уведомление о том, что предписание не выполнено. Следующий шаг – демонтаж. Вертикальные надписи сейчас в городе запрещены. Вот вы видите яркий пример нарушения. Во-первых, закрыта адресная табличка. То есть, горожане просто не видят элементарно какой-то дом. То есть, надо, чтобы посмотреть, нужно обойти, переглядеться. И вертикальная надпись. Вертикальная надпись, она сама по себе нечитаемая. В ответ на действия сотрудников городской рекламы, владелец магазина по проспекту Ленина вызывает полицию. Однако, стража порядка не на его стороне. Ведь с предписанием об устранении нарушений магазин получил еще летом. А если бы дело происходило после Нового года, предприниматель не только лишился бы вывески, но и заплатил штраф. Штрафы на граждан от 300 до 500 рублей, на должностных лиц от 1000 до 2000 рублей и на юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Впрочем, когда мы готовили материал к эфиру, выяснили, найти правила размещения рекламных конструкций не так просто. Для этого надо зайти на сайт Чебоксарского городского собрания депутатов и в разделе законодательства найти решение 28 ноября прошлого года за номером 1006. Так или иначе, правила лучше изучить. Ведь если ваша наружная вывеска не соответствует нормам, специалисты городской рекламы идут к вам. Ольга Пыречкина, Республика. Доброволец России 2018. В столице Чувашии прошел итоговый форум регионального этапа всероссийского конкурса. Юлия Важенина расскажет о самых отзывчивых людях Республики. Я хочу подадить тебе безвозмездно. Что, что? Помолчи, Пух! Извини, я только хотел узнать, без чего? Без ВОЗа, без ДДО. То есть ДАДО. В отличие от Вини Пуха, эти люди точно знают значение слова «безвозмездность». Каждый из них в свое свободное время помогает тем, кто нуждается в их внимании. Одиноким людям, пожилым, инвалидам, многодетным семьям. Более 800 добровольцев собрались в ДК ЧГУ поделиться опытом, узнать о разных направлениях волонтерской деятельности. Огромное количество площадок, на которых, естественно, волонтеры-медики, на которых мы будем делиться опытом. К сожалению, ребята жалуются, что не могут попасть одновременно на несколько площадок, но я думаю, что через часа полтора мы им разрешим немножко перетусоваться. Площадок шесть. Волонтерство в сфере медицины, образования, наставничества, социальной политики и даже коммуникаций. Сегодня, во Всемирный день телевидения, мы просто не могли пройти мимо этой площадки. Медиа-волонтеры. Катя, привет. Привет. Пожалуйста, медиа-волонтер. Это кто и для чего он нужен? Я думаю, медиа-волонтер – это социальный коммуникабельный человек, который нужен, чтобы просвещать информацию среди разных людей, разных источников, областях, и который распространяет эту информацию в различных социальных сетях. Уже успели рассказать вообще про движение информации, о том, что большое значение сейчас играют социальные сети, в частности, Инстаграм, ВКонтакте, и можно таким образом распространять информацию. Одна из самых интересных площадок – про боноволонтерство. Его характерная черта – оказание профессиональной помощи. И здесь в качестве добровольцев взрослые люди. Именно вот взрослые волонтеры. Как раз мы можем, вы правы, заниматься более чем-то важным, значимым. Ну, и организовывать детей можем, собирать детей, создавать какие-то группы. Даже как, вот я помимо математики, например, занимаюсь еще хореографией. Собираю, например, в школе бесплатный курок и помогаю детям. И на примере своем хочу показать, что мы готовы помогать безвозмездно. Но, пожалуй, самой массовой стала площадка «Социальное волонтерство». Это довольно широкое понятие. Оно состоит из разных видов добровольной помощи. Будь то помощь инвалидам, пожилым людям, бездомным или просто посадка деревьев. Объединяет социальное волонтерство общий глобальный результат. Из небольших конкретных дел вырастает целая роща добра, понимания и поддержки. Или же самая настоящая – зеленая. Сложно описать словами, на самом деле это кайф. Когда ты видишь, что твои действия, твое участие в жизни людей приносит пользу, что человек от этого получает какое-то удовольствие, становится сильнее. Ну, это кайф. Бывает, добровольцы не знают, кому именно помогают. Но ведь и смысл в другом. В понимании, что ты можешь кому-то помочь просто так, сделать что-то беспривычного для. Эти потрясающие сейчас атмосферы. Собрались ребята, которые реально хотят понимать, что такое социальное волонтерство. И не просто понимать, но этому научиться. Чувашия меня который раз просто поражает своей открытостью, потрясающими историями, ребятами, с которыми мы сегодня общаемся. И я уверена, что в вашей республике все очень хорошо. Растет то поколение, которое реально нашу страну будет делать счастливой. Поле деятельности социальных волонтеров настолько широкое, что занятие по душе найдется почти всем. Для этого даже не обязательно заполнять анкеты, регистрироваться и проходить обучение. Можно просто договориться с соседями и выйти во двор, убрать мусор, посадить цветы, подкрасить качели на детской площадке. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. Сразу три выставки открылись на днях в городе Спутники. Все они приурочены ко дню рождения Новочебоксарска. Сотрудники музея краеведения и истории Новочебоксарска к празднику подготовили три большие экспозиции, которые рассказывают о Великой реке Волге, объектах гидроэнергетики, судах, бурлаках, о промышленном потенциале города и его храмах. Кстати, проект храма Новочебоксарска – результат реализации гранта «Православная инициатива Русской Православной Церкви». Выставку собирали буквально по крупицам. Эта выставка стала возможна только благодаря помощи людей, приходов нашего города, старожилов нашего города, жителей, сел, которые жили здесь. И мы рассказываем о истории нашего города через историю церквей, которые здесь были, которые здесь строились, строятся. Мы взяли четыре объекта. Это Яндашевский храм, это храм Владимира, это храм Николая Чудотворца в новом микрорайоне Никольский и Ксения Петербургская. У каждого храма своя удивительная история, своя история становления. И, что самое удивительное, материалы у всех разные. То есть, если мы, например, брать храм Владимира, это подробнейший план архитектора Орешникова. Если вы брать храм Николая Чудотворца, это проекты, архитектурно-проектной мастерской Сергея Пантелеймоновича Лукьянова «Мой город». И благодаря материалам мы можем с разных сторон показать ту или иную часть истории нашего города. Кстати, посетители выставки могут оказаться внутри любого из четырех новочвоксарских храмов, не выходя из музея. Стоит примерить вот такие очки виртуальной реальности. О, класс вообще! Если вы наверх посмотрите, то там будет у нас появление Владимира. Если вы вернете, то будет алтарь. У Чудотворца – это передвижная выставка. Увидеть ее смогут даже в самых отдаленных уголках республики. Сегодня Всемирный день телевидения. Праздник появился в 1998 году, когда Генеральная ассамблея ООН предложила обмениваться странам 21 ноября телепрограммами о мире, безопасности, разнообразии и культур. Национальное телевидение Чувашии отметило свой профессиональный праздник веселым флешмобом. Удобное кресло, пульт от телевизора и горячий чай. Но в самом центре города. Юные журналисты национального телевидения Чувашии сегодня сильно удивили прохожих. Желающих нажать кнопку на пульте и поменять рекламный ролик на любимую телепрограмму нашего канала оказалось очень много. Мы смотрим программу «Республика». Благодаря этой программе знаем, что происходит в городе. Поздравляем с праздником всех журналистов. Желаем новых проектов и больших рейтингов. Моя любимая детская программа – это «Акелбупсер». А моя – это «Шок-шоу». Если я не успеваю ее посмотреть по телевизору, то я смотрю ее в интернете. В телевидении оно передает информацию, развлекает, помогает людям. Поэтому, когда я вырасту, я хочу работать на телевидении. Все люди так или иначе смотрят телевизор. И это превращает сегодняшний день во всеобщий праздник. И отметить его нужно, разумеется, перед экраном. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, «Республика». Чувашия выиграла конкурс на проведение финальных соревнований 9-й летней спартакиады учащихся России 2019 года. В программе соревнований – маунтинбайк, легкая атлетика, настольный теннис, триатлон, борьба самбо, тхэквондо, ВТФ. Шахматы – этот турнир называют летней Олимпиадой учащихся России. Он проходит раз в два года. Это были все новости на сегодня. Далее вас ждет интересная и полезная информация. А я с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Большой, конечно, выбор очень большой. Вот три модели выбрала, теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хотелось бы пуховик, можно синтепоном, хоть что, лишь бы подошло. Но я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была, не жесткая, не дубовая. Вот это вроде село. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Анна Кенина пришла сюда за зимней курткой. Как раз недавно на ярмарку поступила новая теплая коллекция. Я выбираю куртку на зиму. Зима будет, надеюсь, холодная, чтобы куртку носить можно было. Ассортимент довольно-таки большой. Есть выбрать для всех возрастов. Эту куртку, да, я собираюсь взять. Я ее увидела, померила, она мне понравилась. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Здесь каждый найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное – все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей, а теплый зимний пуховик за 2980 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра и до 8 вечера без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова